всем доброго времени суток банда ну и будет у меня такой небольшой обзорчик даже не то чтобы обзорчика наверное скорее всего решение проблемы по данному инструменту это у нас такой вот инструмент от фирмы aquatic купил он недавно у нас хабаровске в мире приключений который находится рядом ж.д. вокзала вот цена что-то встала 1380 что-то такое тысяча почти 1400 неважно правда там была эта карта там какую-то скидку незначительную сделали но не в этом суть сейчас расскажу предысторию почему я именно хотел такой инструмент и пока буду рассказывать я буду вам его показывать как это все выглядит последнее время мы рыбаки все пользуемся всевозможными инструментами и в том числе много функциональными и немного функциональными вот и чем не приглянулся данный инструмент ко мне тут приезжали прошлом году ребята с фирмы кодекс и у них было что-то подобное только это было что-то брендовая и по-моему японская прикол данного инструмента в том что сразу же ближе к делу что у него есть вот такие вот резцы именно для шнура вот вам сейчас покажу тут у меня есть какой-то ненужный шнур берется шнур и быстренько хлоп-хлоп щелк-шелк ну и беспрепятственно хлоп хлоп режется то есть удобно будет уже достали рыбку вы не ли у нее там крючочек да к примеру там изо рта если что-то нужно перевязаться быстренько обрезали шнур но либо что-то достали там воблер есть такой шип там допустим развели разводное кольцо раз и ту же можно обрезать шнур как бы интересный момент вот раньше у меня это было примерно так такие вот японский инструмент тоже видим достаточно такими длинными губками чтобы можно залезть и тоже есть шибли разводки колец но вот этот уже шнур как бы не кусает это уже какую-то там проволоку виде там самого крючка можно обрезать когда его в палец в сандалиш а так это конечно не невозможно вот и соответственно чтобы обрезать шнур нужно было лезть в карман примеру доставать там мужик мужик непростой хорошо наточенный то есть понимаете да чтобы он там легким прикосновением мог хороший шнур четко перерезать потом его собрать опять положить все это там приходилось лодку несет ты управляешь мотором возможно что ты по карману который у меня на руке или на груди можешь промахнуться ножик может хороший куда-то уйти ну и всякая такая беда а тут вот все в одном инструменте тут шоу по магазину мере приключений увидел там лежат разные инструменты на витрине но я сразу же не смог разглядеть какой у них ну там на котором стоит нож их там много всяких разных но оказалось на всего-то выбора оказался только один инструмент фирмы aquatic где были вот такие вот ножи чтобы можно было обрезать шнур я там попросил продукта консультанта тут на меня с такими шарами посмотрел про какие ножи я говорю какой обрезать шнур на гру давайте достанем посмотрим мы достали я ему показал я говорю можно группа пробовать какой-то шнур вас для образца перерезать мы перерезали он с такими шарами на меня посмотрел короче и выписал там чек я пошел оплатил короче я спросил гриву гучу сами не знали что здесь есть такой резервисы такие он что-то так замешкался ну как я понял сам не представлял что такое есть но суть не в этом грубо говоря суть сейчас будет дальше всего вот этого любой инструмент даже качественный например как японский если его использовать не по назначению к рыбе что-то там с лодочным мотором не приходило здесь и что-то зажимать что-то делать и красиво зажимаешь мы видим что теперь концы как бы садь губ они не сходятся хотят я уже выпрямлял то есть достаточно согнулась несмотря на то что это достаточно дорогой чисто японский инструмент вот несмотря на то что ли грипп и японские тоже дорогие чисто японские они тоже там у них все происходит все не держит это тоже другая история все на всем конечно бывает ну и как раз вот данном случае мы расскажем про беду подобного инструмента почему для меня эти рис и такие стали важными потому что как я вам рассказывал чтобы не лазить по всем карманам искать ножики чтобы обрезать нормально шнур многие скажут вот там есть все возможные там такие кусачки для лески для шнуров да вот у меня были разных брендов но осталось один я подарил ретривер диме другой у меня один остался здесь вот у меня есть такие вот как ногти обстригать да один какой-то для шнура один по моему для лески но по итогу я вам сразу же вот скажу ни один из них шнур так и не режет не знаю какой из них для лески какой для шнура видим он его как-то плющит но не режет не тот не тот но один какой-то четко для шнура в итоге не тот не тот не режет короче сколько их пробовал добывать какие-то импортные японские те еще чего-то там шнур чекают но тоже ненадолго как-то нет тут все у них происходит тут уже видим какие-то такие заболены даже не заболены замятия губок пошла ситуация ну неважно в итоге вот такой инструмент мне понравился когда я увидел у ребят на рыбалке в 200 это все и решу его прикупить много все наговорил это я к чему вам рассказывал почему у меня был такой выбор а было только у нас в хабаровске именно в данном магазине только вот такой инструмент фирмы aquatic вот купила его как вам продемонстрировал режет он все хорошо но потом сидя дома когда внимательно все рассматривал я смотрю что вот как-то тут не очень все так до конца и сходится то есть тут такие зазоры веселая да мы видим да ну четко видно да конечно если это будет большая проволока то тут не можно что-то зажать да ну а я так ловлю в основном тома длиночков там в обли ручки с небольшими и тут я понимаю что в каком-то этапе моменте с такими веселыми зазорами но вы понимаете я не смогу тонкую проволоку тройника просто захватить я уже попробовал да чтобы нормально вынять из пасти рыбы да то есть понимаете о чем я и начинаю думать но губки эти уже сомкнулись у риса и начиналась причина поиска почему они не сходятся до конца может думаю сейчас сниму какую-то эту губку да как бы мы сейчас подточим и посмотрим будет ли причина в этом но чтобы это все за диагностировать нам достаточно просто открутить там а что интересно закручено не сильно прям с легкостью откручиваться открутили одну такую губку площадку видим что никакого резьбового фиксатора ничего не применяется до попробуем дальше сомкнуть ну история тоже самое такие же зазоры понимаем что причина у нас не в этом да у нас дальше ничего не смыкается вот видим что эти губки накладные да они меняются то есть видно где-то предположено в том что если какая-то часть элемента выйдет из строя она возможно будет подлежать ну замене да вот ничего прикольно прикольно они сами еще разгибаются классно инструмент не тяжелый удобно сидит в руке все замечательно так будем разбирать дальше чтобы подлезть и снять губку подбираем нужный инструмент он тоже вот сейчас потяжелее пошло прям легко откручиваться вот сейчас вот силой открутили ну вот здесь мы увидим что-то в виде какого-то там не знаю туды резьбового фиксатора но похоже больше на клей видно да что здесь уже фиксировали чтобы у нас не открутился это видно со шляпкой видно такая вот шайба ну вот интересно почему клея не резьбовой фиксатор давайте проведем так называемый следственный эксперимент потому что меня это сразу же лично настораживает почему это так ну что уважаемые зрители давайте смодулируем ситуацию и затянем это все до конца и посмотрим как это будет выглядеть затягиваю до конца и видим все пружина не работает обратно уже не отжимается сжимается силой обратно приходится руками разжимать и все вот от этого по этой причине было это все не на резьбовом фиксаторе на каком-то клею который в любое время мог бы у нас дать этой гайки раскрутиться это говорит о том что когда мы до конца зажимаем то нет никаких там упоров ничего она просто зажимает две половинки инструментов никто не позаботился это все нормально подогнать сделать какими моментами да вот чтобы применить резьбовой фиксатор мы если в данной ситуации применять какой резьбовой фиксатор да то он может просто не схватиться понимаете да чем я хочу сказать и не застыть и не зафиксировать эту грубо говоря сверху гайку до проверяем еще одно предположение но он даже не то что предположение убираем эту шайбу закручиваем до конца и все у нас работает прям все замечательно да то есть мы видим что проблема данной вот такой шайбе даже сложно было там выбрать там какие-то уже там незначительное расстояние до проточить чтобы более точно подобрать эту шайбу чтобы можно с упором затянуть и применить нормальный резьбовой фиксатор где шанс резьбового фиксатора застыть бы был намного выше да здесь мы видим какие-то элементы смазки в принципе так и должно быть здорово все снимаем видим такую пружину видим смазку видим такие пазики да куда-то пружина входит как она все разгибает видим такой паз для ограничения вот стоит такой вот штифт всегда выточен специально или вставлен неважно он ходит в это выточенное место соответственно инструменту как упор и ограничивают его ход ну а эти два под пружину все нормально надо обратить внимание что видно что уже шлиц под сбит на всех этих да то есть когда закручивали устанавливали уже имеет такой под сбитый шлиц говорит о том что качество этих винтов или инструмента которым ну так закрученному туговато но не очень вот этот слабо тоже никакого резьбового фиксатора я на винтах не вижу и видим о чудо оказываться не не просто могут они видно должны так вставать до конца да видите все стало прям достаточно точно до конца все ну более менее да видим нет никаких зазоров моделируем ситуацию поджимаем и видим она у нас не встает вот в этом вот месте да вот как только доходит до этого места вот она у нас уходит то есть вот эта ступенька выточена не точно вернее сделано со сдвигом что у нас мешает точно встать накладным губкам чтобы нормально до конца все сжимать да конечно я не могу сказать насколько я этот инструмент вижу впервые да может быть у других брендов это такие как бы сказать проблемы тоже как заположняк да но я не знаю не могу сказать ну вот это мой первый инструмент подобного рода класса и вот столкнулся с такой проблемой и сейчас мы будем каким-то образом дорабатывать эту проблему если есть проблемы надо их решать ну что имеет место быть на уважаемые зрители имеет место быть ну что банда подготовка данного элемента и подгонка у меня закончилась видно что там где воронение стерта до темно вот это вот все пришлось а очень четко как бы сказать подгонять до чтобы она у нас сила нормальным таким способом да вот ну и что теперь можно уже закреплять что нам нужно сделать сама вот это вот съемная губка видите она вороненая и возможно вот это то что я вороненое покрытие повредил возможно но у нас будет потом ржаветь ну принципе это уже не принципиально потому что подобные вещи как бы постоянно не эксплуатируются и когда она всю про дни и чтобы тут все сломаться думаю будет долго но на всякий случай можно это все какой-нибудь очень такой влагостойкой смазкой тонким слоем промазать до чтобы защитить его понятно что то все потом со временем сотрется выдавиться но на какое-то время можно сделать защиту потому что не могу сказать сразу будет это коррозировать или не будет и что у нас еще остается нужно сразу же данные винты посадить на резьбовой фиксатор перманентный фиксатор я использовать не советую не имеет смысла нужно такой фиксатор который можно будет потом снять все нужно подготовить встрясти перед нанесением и как я уже говорил аккуратненько чтобы лишнее не выдавливалась никуда капельками нанести но резьбовое соединение совсем-совсем уважаемые зрители чуточку этого будет более чем достаточно я вас уверяю вот ну и теперь нужно нам выставить ровно чтобы она у нас совпало с рисунком вот здесь вот так как я все сделал выработался какой-то ход для регулировки ну вы поняли да свободный вот видите соответственно сейчас это будем совмещать обычным стандартным образом я уже как бы заведомо померил от этого как бы знаю примерно в каком направлении все должно двигаться ставим пока без пружины для полноты и ясности нужно обязательно симитировать полную сборку с протяжкой чтобы не было никаких люфтов и что мы смотрим о чудо уже видно что по сути дела весь шлиц и к у нас видите уже по рисунку совпал ну он конечно до конца все равно уже нету мне смысла садить подтачивать здесь а мы видим что здесь расстояние практически минимальная да вот она мне вот этого уважаемые зрители вполне достаточно чтобы зацепить даже самую тонкую проволоку из которого будет сделан крючочек то есть понимаете теперь мы видим что даже по рисунку все здесь у нас совпадает то есть тут совсем у нас другое дело по сравнению с тем что было раньше ну на этом еще работа не заканчиваются здесь а я уже тоже все посадил на резьбовой фиксатор вернее в другой части до чтобы она уже не открутилась дальше нам нужно будет уже тоже смазать эти ответные части тоже вот до стойкой хорошей смазкой получилось и тут тоже есть теперь маленький нюанс когда он показывал что здесь они посадили на клею и до конца не дожать да тут я тоже приготовил вот такую вот шайбочку смазываем здесь эту же все наносим тот же резьбовой фиксатор хотя в принципе уже можно не наносить потому что здесь теперь можно все протянуть по нормальному можно и нанести накладываю шайбу вот такая шайбочка которая нам позволить до конца нормально силой протянуть чтобы гарантированно схватился нас разбавая фиксатор я ее тоже подогнал уже по-быстрому чтобы было как нужно о замечательно и я со всей дури кинул а у меня ничего не клинит потому что тут четко выбрал весерок добрал как бы все зазоры и видим что люфта ну на рычагах вообще никаких нету все прям чутенько ровненько теперь считаю вот этот инструмент уже практически готов к употреблению ну что у нас осталось сейчас я вытру всю эту смазку лишнюю которую наносил осталось нам теперь подогнать и отрегулировать вот этот нож для перекусывания лески или шнура ну при желании можно перекусить все что угодно ногти пальцы но если нужно будет кого-то там пытать не знаю муж кому-то пригодится в тайге всякое может случиться затягивать смысла не имеет вообще и после всех подгонок не видим что у нас идет вот такое не смыкание да и а и и и и и и и ну наш рыболовный инструмент готов осталось проверить как это все работает щелк с таким хрустом есть есть все работает видим мы выставлено все нормально теперь здесь уже можно ухватить более-менее нормальный маленький крючок нет уже никаких таких больших щелей уже адекватное схождение совпадающие по рисунку и работают рис и ну вот уважаемые зрители ни один час мне пришлось опровозиться чтобы ну довести инструмент до адекватного состояния работы ну а вы уважаемые зрители пишите что вы про это вообще думаете как сказать стоит он этих денег не стоит он этих денег цена его на официальном сайте 1447 рублей и как бы сказать купить инструмент дороже которые уже не нужно будет дорабатывать или стоит дорабатывать этот инструмент это уже ваше мнение пишите мне интересно будет его знать вот может быть кто-то напишет какой-то более хороший подобный инструмент более качественный да и сколько он стоит вообще в целом вот вот такая вот история с инструментом уважаемые зрители все кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео с друзьями до свидания до новых встреч